Как работают герои нашего времени в период пандемии, узнавала Наталья Мальчикова. Пока все сидят по домам, кто-то ходит в гости. И это вовсе не злостные нарушители режима самоизоляции. Это социальные работники. Для пожилых их визит как глоток свежего воздуха. Как себя чувствуете? Как дни прошли? Разумеется, карантин внес свои коррективы и в их работу. Все они в обязательном порядке проходят инструктаж по мерам безопасности. Получают средства индивидуальной защиты. Мы внушаем мысль, что это не навсегда. Что от того, как мы себя ведем, как мы дисциплинированы, от этого зависит и исход всей пандемии. Работа социальных служб вообще не прекращалась ни на один день. Социальные работники даже по нашему Новочебоксарскому центру социального обслуживания обслуживают ежемесячно около 300 пожилых граждан. Кроме этого, работаем по заявкам, поступающим на Республиканскую горячую линию. О своих нуждах подопечные центра сообщают по телефону. Наиболее востребованная услуга – это, конечно, доставка продуктов питания и жизненно важных лекарств. Молоко, хлеб, йогурты, крупы, овощи. Обычно продуктовые корзины имеют стандартный набор. Пожилые люди заказывают все самое необходимое. Все, все, что заказывала, она принесла. Сейчас нагрузка, по словам Люции Бодровой, возросла в разы. Кроме постоянных так называемых надобников, на обслуживание приняли еще и тех, кто на самоизоляции. Стало быть, количество заявок увеличилось, и соцработникам приходится тщательнее планировать рабочее время. На сегодняшний день на моем попечении находится 12 человек. Я им всем помогаю, продукты, лекарства. Есть такие подопечные, которым нужно приготовить еду, которые не могут сами справиться. Которых мою даже. Есть такие. Кого-то достаточно навещать раз в неделю, а кому-то требуется два визита. Получается, что за день нужно выполнять 5-6 заказов. Надежде Владимировне 90 лет. Здоровье уже не то, сетует хозяйка. Спасибо, что она хоть приходит, помогает. Все напишу, что надо. То и приносит. Полы вымыть там и так далее. И стираем вон вместе. Они вместе уже почти 6 лет. Благодаря чему подопечной удается поддерживать привычный уклад жизни. Так, как она любит. Четко и по полочкам. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.